Здравствуйте! С вами Маринева Сканян и программа «Тем временем». За очевидными фактами мы находим скрытые закономерности, за частным видим общее, говорим о том, что касается каждого. Рост цен на бензин – одно из самых стабильных и неизменных явлений в России. Нефть дорожает, топливо вместе с ней. Нефть резко дешевеет, но ценники на бензозаправках снова только увеличиваются. С начала года, по данным Росстата, оптовые цены на горючее выросли уже примерно на 20%. Существует заблуждение, что дорогой бензин – проблема только автовладельцев. Это совсем не так. Одежда, продукты и общественный транспорт дорожают в том числе и потому, что стоимость топлива – составная часть цены абсолютно любого товара или услуги. Кстати, по прогнозам экспертов, к концу 2015 года литр качественного бензина будет стоить не менее 50 рублей. Но производители топлива исправлять ситуацию не намерены. Более того, постоянно жалуются на убытки. А глава Роснефти Игорь Сечин недавно вообще предрек дефицит бензина в 2017 году. В том случае, если нефтепереработчикам не будут предоставлены государственные льготы по налогам и кредитам. Нефтепромышленников за такие требования уже обвиняют в шантаже. Но ведь еще в 2008 году, в разгар предыдущего кризиса, Владимир Путин признал, что поддержка нефтяников за счет потребителей – это в известной степени политика государства. Так кто же все-таки виноват в том, что бензин в России постоянно дорожает? Действительно ли это неизбежное следствие законов топливного рынка или же результат действий нефтепроизводителей, пользующихся к тому же всемирной поддержкой государства, для которого они, к сожалению, почти единственная опора нашей сырьевой экономики? В этом нам поможет разобраться сегодня генеральный директор Инфотек-Консалт, доктор экономических наук Тамара Ливановна Канделаки. Здравствуйте, Тамара Ливановна. Здравствуйте. Не могли бы Вы объяснить нашим телезрителям, почему же, несмотря на то, что нефть дешевеет, бензин в России постоянно только дорожает? Есть две основные причины. Первая причина, конечно, носит системный характер. И нефтянки тут ни при чем, хотя на них наезжают все, кому не лень. Системный характер – это общие проблемы, которые существуют в экономике. Дорожает у нас не только топливо, у нас дорожает все. И все это одно тянет за собой другое. Эта штука называется инфляция, об этом не знает только ленивый. Все говорят об этом, да. И поэтому ровно любое действие, которое связано с повышением чего-нибудь, оно автоматически тянет за собой следующее повышение. Как только правительство поднимает налоги, оно вкладывает свою долю в инфляцию. При этом оно может сделать хорошую мину при плохой игре, говорит, что там все, оно заморозило, налоги расти больше не будут. Но есть одна простая правда. Какая экономика, какой бизнес может выдержать, если вы половину даете кому-то, пусть даже государство на какие-то хорошие дела. Это налоговое время, оно такое. Сегодня, какое-то время назад, у нас была поднята суммарная налоговая нагрузка на нефтяную отрасль. Как раз это повышение, оно выпало на снижение мировых цен. И вот этот сценарий, как это будет повышение работать при низких ценах, его никто не просчитывал. Потому что никто не думал, это было неожиданно, да, для России не была готова. То есть все думали, что высокие цены на ней будут жить вечно. А скажите, пожалуйста, в чем состоит так называемый налоговый маневр, о котором тоже в этом году много говорили. Ну, нефтяники говорят, что это их опять же вынуждает к повышению цен. Не могли бы вы объяснить, в чем суть? Вот суть налогового маневра состоит из трех налогов. Первый налог – это НДПИ. Это налог на нефть, налог на добычу полезных ископаемых. Вот его подняли сильно, уменьшив при этом таможенную пошлину. Это вторая составляющая налога. И третий – это акциз, который тоже уменьшил. Но если мы возьмем суммарную налоговую нагрузку, то она выросла. И выросла, она перераспределилась с экспортного рынка на внутренний. Таким образом, платим ее мы с вами. Она попала на заправки, но трансформировалась в виде той доли налога, которая есть. У нас в бензине, по-моему, порядка 60% составляют налоги. Это нехорошо. Это как раз, ну, мы сейчас с вами говорим о причине, а лечить надо болезнь. Но представители власти, они говорят, что этот налоговый маневр должен стимулировать якобы производство уже продуктов более глубокой переработки нефтепроизводителям. Это действительно так? Это действительно так, но не в сложившейся ситуации. То есть он нацелен на то, что более выгодно не производить тяжелое нефтельное топливо мазут. Если вы перерабатываете нефть, вот смотрите за руками, я три цифры назову, но это очень просто. Из нефти получается примерно 16% бензина, около 30% дизельного топлива и оставшийся это мазут. Ну, там 16-19% бывает бензин. Вот речь идет, по сути, о переработке остатка вот этих 50% мазута. Но тут возникает такой вопрос разумный. Я, может быть, это как женщина, я вообще очень хозяйственная, хорошо деньги считаю в домашнем хозяйстве. И здесь бы тоже у нас в правительстве не хватает, кто бы считал как следует. Вот делать это надо поэтапно, потому что сегодня этот мазут, который производился, он имел какие-то рынки сбыта. Он куда-то продавался. И это были котлы, танкера, какие-то другие устройства, которые потребляли этот мазут. От того, что мы вдруг неожиданно начнем производить вместо него дизельное топливо и бензин, эти котлы не перейдут ни на бензин, ни на дизельное топливо. То есть мы нарушаем баланс спроса и предложений в мире, да, и при этом не решаем своих проблем. Потому что у нас сегодня, вот, допустим, рынок, как по бензину, он сегодня у нас на 2 миллиона дефицит. Мы его балансируем импортом из Беларуси. А по поводу угрозы дефицита. Как известно, у нас руководитель Роснефть Игорь Сечин сказал, что если не будут некоторые дополнительные преференции для нефтепроизводителей, нас уже через пару лет ждет дефицит бензина на внутреннем рынке. Вот что вы можете сказать по этому поводу? В чем-то Сечин прав. Потому что у нас принят технический регламент по отношению к топливу, да. Хороший он или плохой, другой вопрос. Тут разные есть вариации. И это технический регламент таможенного союза, который сейчас создает на рынке некую путаницу. Потому что мы должны бензин 4 класса производить, а сейчас мы должны производить 5 класс. Беларусь производит 5 класс. Беларусь это тоже импорт. Пусть даже в рамках таможенного союза, но это импорт. И мы не контролируем экономику производства на беларусской территории. Проблема есть, ну в частности там с заводами Роснефти. Они в такой степени модернизации сложные, да. То есть им еще многое предстоит сделать. Вместе с тем, насколько вот я понимаю, оборудование у него заказано. Проблемы с кредитами на модернизацию имеют место быть. И это проблемы возникли в связи с самым. Ну да, как и у всех в общем. Не только у них. Вот просто им помогают, других не видно, как им помогают. Но падает спрос. И это плохой признак. Падает спрос на нефтепродукты. Об этом все стараются не говорить, делать, что это не так. Давайте сейчас послушаем мнение еще одного нашего эксперта. На связи с нами Рустам Уланович Танкаев, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников. Здравствуйте, Рустам Уланович. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а с вашей точки зрения, какой будет динамика цен на бензин в России в ближайшие год-два и какие факторы главным образом на это повлияют? В ближайшие годы у нас цены на бензин будут расти. И главным фактором является то, что после падения курса рубля цены на бензин в России самые низкие на европейском континенте. Если говорить в выражении долларом или в выражении евро. Если брать совнимые единицы, то фактически импорт бензина в Россию сейчас абсолютно не выгоден. По этой причине белорусский бензин, который у нас обеспечивал долю некоторую нашего рынка, с очень большой неохотой попадает на российский рынок. Финский бензин, который на северо-западе России продавался, в некоторых небольших очень объемах, но тем не менее, тоже ушел с российского рынка. В результате мы сейчас получили ситуацию, при которой рынок очень неустойчив. И при небольшом даже росте потребления мы можем получить дефицит бензина и быстрый рост цен на бензин. Вот такая существует опасность. При всем при том, то, что мы перешли в состояние налогового маневра, так называемого, вызвало падение пошлин на экспорт бензина, в том числе. И это, безусловно, не способствует защите внутреннего рынка. Спасибо, Рустам Иланович. Всего доброго. Тамара Ливановна, ну, как мы понимаем, все-таки к нефтепроизводителям существует тоже достаточно много претензий. Часто пишут о том, что маржа у них большая, что проблем у них не так много, и что вообще на рынке нашем существует олигополия, в связи с тем, что их ограниченное количество. Что вы можете сказать по этому поводу? Я скажу так. Олигополия существует в том смысле, что их ограниченное количество. Что касается того, что они между собой не конкурируют, она, конкуренция, так как она выглядит, например, по принятому ФСЗ, вообще никому не нужна. Потому что конкуренция не всегда есть благо. Если это, и вообще все не благо, если это автоматически, надо где-то мыслить уметь и так далее. Что касается нефтяников, знаете, я вот нефтяник с 30-летним стажем. Люди, которые говорят об этом, сами нигде никогда не работали, ничего никогда не производили. Они в лучшем случае производили денежную прибавочную стоимость от того, что там где-то на финансовых рынках там деньги какие-то. Ну а как же быть с обвинением Федеральной антимонопольной службы, которые периодически возникают? Ну и что? Это такая у нее и задача, у этой службы. Федеральная антимонопольная служба делает свою работу и делает ее хорошо. Но это никак не влияет на рынок. Производить нефтепродукты или производить нефть – это работа и очень тяжелая. И у нас сегодня очень сложный вопрос, потому что нефтепродукты, давайте вот как бы вернемся к ним, да, но не буду говорить про скважину. Сегодня у них упала маржа примерно в три раза. Маржа – это прибыль до налогообложения. Примерно в три раза по сравнению с тем, какая у них была, когда они рассчитывали свои программы модернизации. Будут они модернизироваться или нет? А на какие, извиняюсь, шиши они могут эти заводы модернизироваться? Я замечу один момент. Это пожароопасный объект. Там работают люди. Гибель людей во время аварии требует очень серьезного к ним отношения. Должна быть… Техника должна обновляться, она должна быть современная, она должна соответствовать нормам там Ростех, Поша и так далее, надзора, да, это должно быть безопасно. И, собственно, мы должны получать прибыль. Но, кстати говоря, если мы говорим об оборудовании, действительно ли это оборудование большей частью иностранное, и поэтому сейчас это тоже параметр вносит очень серьезный вклад в ситуацию. А что у нас отечественное? То есть, фактически, мы не можем произвести оборудование для наших нефтяников? Я ситуацию с оборудованием, рано как ситуацию с машиностроением, не знаю очень хорошо. Но я вам могу сказать, а почему мы не производим продукты, а привозим их и переклеиваем наклейки? Понимаете, оборудование работает в режиме сборки. Я говорю сейчас не о нефтяном оборудовании, а в целом по машиностроению. Мы не делаем машины, мы их собираем. Понимаете, оборудование тоже там, то привезли, это привезли, собрали, вроде наши оборудования. Ну, а теперь привозить стало гораздо сложнее, и это тоже... Ну, я слышала, что там с компрессорными станциями есть проблемы. Но и мы при Советском Союзе компрессорных станций сами не делали. Полный цикл. Вопрос в том, что должен быть полный цикл, и должен быть хозяйский подход в экономике. Либо эта экономика работает по всем переделам, понимаете, либо она привозит и собирает. Это тоже способ. Но он не экономичный. А скажите, пожалуйста, а вот дальнейшее падение курса рубля, как отразится на нашем топливном рынке и ценах на бензин, ну, если оно действительно продолжится и дальше? То есть у нас экономика привязана, нефтепеработки привязаны законодательно фактически, то есть это смысл, к мировым ценам на нефть. Они просто привязаны через формулу. Это называется нетбек. Эта система отрицательная, очень сказывается на всей остальной экономике, потому что... Это, кстати, не только нефтепродукты, это также работает. Все базовое сырье. Все базовое сырье продается по ценам типа 1+. То есть вы вычитаете пошлину, вычитаете там транспорт и так далее, получаете мировую цену и чуть-чуть подороже, потому что это называется премия внутреннего рынка, да, продаете это для внутреннего рынка. Так вот внутренний рынок, на котором работают следующие переделы, не может покупать по этим ценам, потому что у них, конечно, потребитель, мы являемся мы с вами, которые получаем рублевую зарплату. Значит, на мой взгляд, правительство этого не понимает вовсе, потому что все действия, которые оно делает, оно делает так, как будто оно об этом не знает или делает вид. Что произойдет с экономикой? Знаете, я бы хотела очень оптимистично к этому отнестись. Я думаю, что, может быть, в какой-то момент в экономическом блоке появятся думающие экономисты, в промышленном блоке появятся профессиональные инженеры вместо менеджеров, они сядут за столом и решат этот вопрос так, как это делал в советские годы. Фактически получается, что все-таки ведущая роль должна быть государство в регулировании не только топливного рынка, но в построении вообще полноценной экономической политики, которая должна развивать все наши внутренние рынки и отрасли. Что такое государство? Государство – это люди. Ведущая роль на этом рынке – это мы с вами. Только нам надо с вами научиться требовать свое и выполнять свое. Государство – это, знаете, как ЖЭК. То есть мы им платим налоги за то, чтобы они охраняли наши интересы, а не государство, а правительство. Вот пусть они это делают как следует. Есть путь. Вы полагаете, мы можем повлиять на экономический блок нашего правительства? Я считаю, что да. Давайте закончим на этой оптимистической ноте. Будем надеяться. Спасибо, Тамара Ливановна. Сегодня в нашей студии была генеральный директор «Инфотек-консалт», доктор экономических наук Тамара Ливановна Канделаки, и мы обсуждали ситуацию на топливном рынке России и прогнозом по ценам на бензин. Тем временем власть озаботилась безопасностью дорожного движения. Поводом стала крупная авария в Хабаровском крае, где в результате столкновения двух автобусов погибли 16 и пострадали почти 60 человек. На совещании президента с правительством вице-премьер Игорь Шувалов доложил о планах по сокращению смертности в ДТП. Предполагается, в частности, лучше информировать водителей об аварийных участках дороги и использовать вертолеты для доставки пострадавшей у больницы. Есть также предложение ввести в ПДД понятие «опасное вождение» и ответственность за это, а за нетрезвую езду – изымать автомобиль. Насколько эффективными окажутся эти меры, покажет время. Но вот что удивляет – рассуждая о безопасности движения, власть ничего не говорит о качестве автомагистралей в стране. А ведь само словосочетание «российские дороги» давно стало нарицательным. Разбитые в ямах и колдобинах шоссе, которые не ремонтируются годами. Недолговечный ямочный ремонт. Узкие федеральные трассы с двухполосным движением, где водители порой просто вынуждены идти на обгон по встречке. Несоблюдение технологии строительства. И в придачу воровство чиновников и подрядчиков. Кстати, в России за 6 месяцев 2015 года погибло в ДТП 11 тысяч человек. И почти 100 тысяч получили ранения. Хотелось бы знать, сколько аварий произошло из-за плохого состояния дорог. Однако вряд ли есть шанс получить официальную статистику подобного рода. На этом все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин